Первый спортсмен, Суба Бриан Нильсон! Да, это гордость Дании, Брайан Нильсон! Супер Брайан! Атлетом не выглядит, прямо скажем, Супер Брайан, но это тяжеловесы, там все может быть. Майк Тайсинг, полная противоположность Нильсину. Литые мышцы, подобранные. Взрывной, жесткий и очень агрессивный. Ну, сорок восемь побед, сорок две нокаутер. Три поражения, тогда еще только три поражения. Да, Майк Тайсон тогда представлялся как контендер, то есть претендент номер один по рейтингу WBC. Майк Тайсон! Всем всем известно, кто такой Брайан Нильсон. Неизвестно было тогда не нам, да и в Америке мало кто его знал. Конечно, главный интерес это Тайсон. Таков он, какой формы, что он может показать. Вот так Тайсон начинает бой сразу, без всяких икивоков и обрушивает град ударов на туловище Брайана Нильсона. Там довольно мощная и мышечная и жировая прокладка, так что пробить довольно сложно эту броню. Нильсон, боксер, который, в общем, не любит высокого темпа. А Тайсон никогда не мог боксировать в среднем темпе. Тайсон, боксер, боксер, боксер. В ожидании. Это против Тайсона не сработает. И вот специалисты тогда обратили внимание сразу же на то, что Тайсон после спирта в начале раунда снизил обороты. Он сближается очень просто. До примитива просто. Просто перекрывший сделает шаг вперед и начинает бомбить противника ударами по туловищу. Конец первого раунда. Нильсон отсиживается в глухой защите. Тайсона никогда не смущала манера противника ввязаться. Потому что он физически очень сильный и в силовой борьбе мало кто мог им противостоять. В принципе никто не сомневался, что события будут развиваться именно так. Тонни Брукс в углу. Тайсона. Стей лоу, говорят. Садись ниже, еще ниже. Не иди на него выпрямившись прямой спиной. Пока что Нильсон ничего не может противопоставить атакам Тайсона. И даже непонятно какой тактике он собирается придерживаться. Напоминаю, что это был бой из десяти раундов. Бой не за звание чемпиона. Публика разочарован. Но они все еще верят, что Нильсон что-то задумал. Что-то может противопоставить против. Нильсон бросает двойку. Тайсон настолько однообразен в своем таком грубом навале на противника, что даже Нильсон с его, в общем, невысокой скоростью умудряется все-таки пробить два четких ударов. Публика воодушевляется. Нильсон активизировался. Смотрите. Точно повторяет сценарий первого раунда. Тайсон во второй половине раунда снова снижает обороты. Снова делает паузы. Это, в общем, сигнал для многих. Все прекрасно понимают, что от того Тайсона, который сделал целую эпоху в мировом боксе, уже мало что осталось. Пожалуй, первый уклон попытался сделать Тайсон за весь бой. А ведь раньше он мог подходить без всяких проблем к противнику любого роста, уклоняясь, подсаживаясь, и делал это настолько быстро, незаметно на короткой амплитуде, что, в общем, практически в него попасть было невозможно. Тайсон. Кончается второй раунд. Нильсон еще пытается бравировать. И в углу у него, помимо двух датчан, еще британский тренер. Тайсон. Который говорит, не беспокойся, все в порядке. Но вот на повторе что-то незаметно, что все в порядке. И снова в третьем раунде бибюти. Тайсон загоняет Нильсона снова в угол. И тому ничего не остается, кроме как сгребать его и держать в клинче. Тайсон даже не дает возможности Нильсену встать в положение замаха для хорошего удара. Теснит его. А удары у него по-прежнему те самые, фирменные. Нильсен, несмотря на то, что он больше и тяжелее Тайсена, идет гораздо легче. Поперкот слева отбрасывает Нильсона на карнаты. И снова. Высокий темп в начале раунда, а в середине спадает. Резко спадает. Заметно. Поразительно. Сколько ударов в туловище пропустил Нильсон и не дрогнул. И снова Тайсон загоняет все предплечье в живот Нильсона. Кончается третий раунд. Нильсон хоть так пытается как-то воздействовать на противника. Тайсон уверен себе. Дайте ему хоть разок чисто попасть. И вот результат. Нет, не даст себя добить Нильсон. Несмотря на то, что его список не блещет именами противника. Но он все-таки боец опытный. Что там случилось? Удар ниже пояса. Да. Удар ниже пояса был. Чудовищной силой удар. Пять минут дает Нильсену на то, чтобы он восстановился. Да. низковато ударил кайсен те кто не занимался боксом не пропускал таких ударов даже не представляет какая-то боль Нильсон поразительно терпеливый боксер поразительно Стив подошел Нильсону и сказал не хватай его за шею не души его в остальном ты делаешь все прекрасно все здорово в общем ободрил ободрил бойца и сделал правильно конечно Стив знает о чем он говорит он прекрасно понимает что вот эти трюки к которым пытался прибегать Нильсон могут сбесить Тайсона который тоже пойдет на нарушение правил и тогда этот бой превратится такую грязь что в общем остановить это будет очень трудно интересно заметили вот эту систему действия к Тайсона в углу Нильсон заметили что он затевает очень опасный быстрый спирт в начале раунда потом вдруг что-то случается и он снижает темп вот нужно бы это заметить и действовать соответственно Тайсон даже не пытается обмануть противника он идет на него с открытым забралом у него и в мыслях нет что можно отвлечь как-то Нильсон от его защиты нет он полагается только на силу своих ударов и это еще доказывает раз что Тайсон уже не тот Тайсон что был прежде беда Нильсона в том что он такие длинные паузы берет беда Нильсона в том что он такие длинные паузы берет понятное дело что нужно как-то переждать шквал ударов со стороны Тайсона но вот те паузы которые Тайсон сам делает их надо использовать нет Нильсон абсолютно без помощи но это поразительно стойкий боксер все таки удивительно сколько он напропускал за предыдущие ранды все еще держится арсенал у него прям скажем невелик он не блещет ни техническим оснащением не умением мыслить в бою очень примитивно действует Нильсон с Тайсоном это конечно не сработает даже самый маленький успех Нильсона публика приветствует оглушительным ревом даже если этого успеха нет даже если им просто кажется что Нильсон что-то сделал и не в зале раздается просто громовой рев ну это тот предыдущий нокдаун и в общем то газет потом писали что Нильсон за всю свою карьеру еще никогда не получал такой трепкий как в этом бою пятый раунд похоже что Нильсон уже запуган просто отступает без единого удара без малейшей попытки остановить нити атаки Тайсон абсолютно освободился заметили вы наверно тоже он швыряет свои тяжеленные бомбы в цель абсолютно расслаблен нет в нем уже такой скованности как в начале в психологическом плане Нильсон уже давно подчинился Тайсона он избрал или Тайсон застал его избрать в позицию второго номера а в бою с Тайсоном это в общем никогда никому успеха не приносит Тайсон это воплощенная агрессия если кому нибудь удается ее пресечь не дать развить Тайсон теряется так было в этом колоссальном бою с Халифилдом первым бою когда Тайсон потерпел страшное поражение бой шел на встречных курсах и Халифилд тогда прыгнувший выше своей головы умудрился не только поддержать вот такой эмоциональный накал там еще был очень верный расчет тактический вот этот расчет как раз и поставил в Тайсона положение в котором он еще никогда не был Нильсон очевидно эти уроки не усвоил а может у него просто ресурсов не хватает Тайсону говорят что нужно все таки почаще использовать джеб и прятать все свои атаки за этим джебом потому что слишком уж явно видно начало его атаки тот момент когда он стартует Нильсон успевает перекрыться очень неубедительно провел эту атаку Нильсон сам был не уверен поэтому и пошел в клинч после своего промаха правым крюком но к этому моменту уже ясно что вопрос времени сколько Нильсон будет способен еще терпеть это избиение а Ну вот, теперь Нельсин использует свой вес. Он толкает Тайсона после своих промахов и вяжет. И сил еще полно, как будто у него. Видите, Тайсона, минута тридцать и снова пауза, как по расписанию. И вот вместо того, чтобы пятиться, Нельсину неплохо было бы начать атаку, любую. Чем больше он будет делать, тем больше у него шансов могло появиться на успех. Смотрите-ка, минута остается в шестом раунде. Тайсона абсолютно безвольно сейчас что-то делает. Вот, наверное, после этого боя те, кто собирался встречаться с Тайсоном, а за этим боем внимательно смотрели все. И Ленокс-Люис в том числе. Вот умные бойцы и тренеры заметили эту закономерность действия в Тайсоне. Это простота действий Тайсона, она, конечно, лишает его желаемого результата. Даже Нельсон умудряется перекрыться. А ведь столько сил потрачили. Причем, заметьте, Тайсон не выглядит усталым в перерыве. Что его останавливает в середине раунда, загадка. Совершенно необъяснимо. А между прочим, если не считать вот того нокдауна, Тайсон так и не смог срубить Нельсон. Конечно, самое забавное, это вот та самая показуха, та жалкая воровада, которую демонстрирует Нельсон после каждой пропущенной комбинации. Скажите мне в своем случае. Да. Я люблю тебя, бебе. Я покажу вам победителя прямо сейчас. Хорошо, корнер? Да. Майк Тайсон! Ты победил! Ретир! Майк! Майк Тайсон! Нельсон больше не смог этого терпеть. Он отказывается от продолжения боя. Можете себе представить какая горечь, какое разочарование испытывает вот эта колоссальная толпа соотечественников Брайана Нельсона. В этот момент. Тайсон тоже не рад своей победе. Да и чему радоваться? Второй раз противник сдается. А Тайсон привык побеждать убедительно. Что сейчас думает Брайан Уильсон? Можно только гадать. Может он просто рад, что все кончилось. Это потом. Потом придет сожаление, придет горечь от того, что он вот так вынужден был закончить бой. Это ведь удар по его репутации, репутации местного героя. Шелли Финкел. Вот этот господин в очках из Большой Лысины. Советник Майка Тайсона. Который объясняет Майку, что не надо расстраиваться. Парень просто не мог этого терпеть больше, потому и сдался. Что-то удивительное. Он больше не мог принимать на себя все это. Говорит Финкел. Тайсон все-таки считает, что Нильсон должен был бой продолжать. И понятно раздражение Майка Тайсона. Несмотря на все его усилия, он так и не смог срубить противника. Не смог закончить бой эффектно, так как от него ждали, может быть. Противник, у которого преимущество было в росте и весе, а больше ни в чем, все-таки устоял под атаками Тайсона. Итак, Майк Тайсон. Европейское турне. Очередная победа техническим нокаутом. На этот раз в седьмом раунде. Поскольку противник не смог продолжать бой, рефери вынужден был его остановить. Вот так все это закончилось. И наша программа закончилась. Я вам желаю всего доброго, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok